всех рада приветствовать сегодня опять же запишу видео ответ на самый популярный вопрос который мне сейчас задают так как сейчас стала популярна посадка голубики и многие теперь задаются вопросом что же делать осенью ну во первых самое главное для голубики это нужно сделать полив вы это можете заметить если листики или веточки у нее как бы вянут всем многие думают что это мороз на мороз на самом деле голубики не не страшен и она как такой тот который у нас сейчас прошел и вот то что вот она так вот загнула в макушке это значит она сейчас нуждается в обильном полите нуждается в том чтобы ее обильно полили поэтому обязательно проливаем очень хорошо если вы не сделали подкормку то это очень зря осенью ее надо было подкормить обязательно хотя бы если при условии что вы подкармливали ее раньше хотя бы фосфор то есть нужно фосфор и калий фосфор и калий мы можем получить путем внесения костной муки но так как она усваивается долго нужно обязательно и с гуминовыми аминокислотами чтобы быстрее усвоение прошло вообще в идеале конечно костную муку использовать начиная с весеннего периода чтобы постепенно накапливались эти микроэлементы но если вы не сделали ничего страшного то сейчас еще можно сейчас можно в принципе внести еще все необходимые микроэлементы но вот костную муку советую сделать побольше то есть двойную дозировку и при условии что вы ее не добавляли летом это так как у нас голубика не любит никакие азотосодержащие удобрения азотосодержащие высокая азотосодержащие удобрения это любой навоз и никакой песок она тишь петь не может поэтому мы подкармливаем биокумусом биокумус старайтесь натуральный без всяких добавок потому что иногда насыщает его азотом то есть мне этого не нужно то есть биокумус у меня есть натуральный абсолютно отличного действия также голубая глина это помогает корням и насыщает микроэлементами плюс костная мука обязательно если не кормили то вдвойном размере то есть подкус примерно у вас уйдет ну где-то около литра и третье это обязательно нужно диатомид диатомид это у нас будет кальций необходимый для и магний необходимый для дальнейшего развития этого куста но и также подсыпаем серы 30 грамм примерно на куст сейчас осенняя подкормка тоже нуждается в сере сера помогает закислить грунт и тогда вам в принципе больше ничего не нужно будет добавлять если вы будете использовать серу а также вы затем и мульчируйте мульчируйте либо хвойными опилками либо хвойной мульчой иногда в редких случаях можно использовать соломы но лучше первые два способа либо если у вас сейчас совсем этого ничего нет и не хочется сейчас идти и это искать тогда можно засыпать верховым кислым торфом то есть он тоже есть его он должен быть именно кислый вы сверху его засыпаетесь это делать обязательно осенью даже если у вас молодые кусты потому что весной иначе может не хватить питания она рано начинает вступает в процессы закладки закладка почек уже произошло но развитие почек произойдет рано весной поэтому нужно это сделать обязательно а также если вы не делали обрезку это можно сейчас еще сделать обрезку как ее обрезают все что загущающие вовнутрь вы убираете даже при условии что это маленькие кустики все равно все что маленькая такое хиленькая вовнутрь загущающие убираете из то что ложится сейчас ну то есть по прям горизонтально идет то есть тоже убираем ну и я бы рекомендовала если вас молодые кусты по крайней мере я так делаю и со своими кустами так экспериментирую так как опыта еще пока мало собственного опыта пока только заимствованный опыт поэтому я стараюсь кусты сейчас подрезать чтобы они сформировали я вообще люблю когда куст сформируют вот этот корсет плотный когда потом куст ну то есть приятно на него смотреть поэтому сейчас я подрезаю все макушки оставляя примерно 15-20 сантиметров в такой кустик так как она у нас щупочки не закладывал поэтому нам не страшно и мы пока формируем этот куст и вот в таком отличном состоянии голубика у нас отправляется на зимовку если сильно боитесь что замерзнет можно засыпать ее побольше кислым почек грунтом то есть прям максимально засыпать можно даже кокосовый брикет но он более нейтральный тогда серый нужно будет обязательно работать засыпаете прям кустик по при как прим как действуйте с розами но это был можно будет сделать чуть позже пока просто замульчируйте и можно ли сажать ноги меня спрашивают если вы сейчас еще хотите заложить голубику заложить ну то есть надо вот вот сейчас приспичал то это можно сделать она отлично зимует это я уже проверила и поэтому это можно еще сделать можно будет сделать этот заморозков то есть из горшочка высадить в грунт только обязательно подготовки правильно грунт также у меня есть органическое удобрение в весь комплекс этот и плюс есть еще там добавки специальные которые необходимы именно голубики поэтому не сажайте не бойтесь делайте все правильно и тогда у вас будет прекрасный урожай и ваш вкус будет прекрасно себя чувствовать хотите учиться приходите у меня есть курсы как просто которые можно посмотреть такие наша школа грабли и мы там все 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 вот это вот будем изучать и я всему всему что что я умею я научу вас так что жду вас пишите мне